Первые 10 минут я вспоминал это с молоком или с мороженым. Что такое глиссе вообще? Что такое глиссе, да. Но вроде все получилось. Поэтому, ребята, четко, четко, четко. Сработали. Сработали четко. Хорошо, что телефон и кофемолку мы сохранили. Поэтому буду ли я участвовать в таких мероприятиях еще раз? Однозначно буду. Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Меня зовут Сергей. Рад сегодня рассказать вам о кофе. Я занимаюсь в компании Турефакто контролем качества. Есть такой небольшой секрет в мире кофе. Идеального кофе нет. Самый вкусный кофе – это тот, который вам нравится здесь, сейчас. Поэтому всегда будут исключения. У нас у всех разный вкусовый опыт. У нас у всех разные представления о вкусно и невкусно. Поэтому, если в кофе что-то нравится и что-то не нравится, кому-то из нас у всех предпочтения разные – это нормально. Первый критерий – это свежесть обжарки. Вам нужна свежая обжарка кофе. Это факт. Когда мы покупаем продукты в магазине, мы в любом случае выбираем самые свежие продукты. Это логично. С кофе все то же самое происходит. То есть, если кофе старый, он не раскроется на свои 100%. По российскому ГОСТу написано, что свежий кофе – это кофе 18-месячный кофе. По нашей практике, по моей практике, по опыту, обычно 3 месяца – это край. Второй критерий после свежего кофе – это вода. Соответственно, вода – наш растворитель. И состав воды напрямую, наверное, на 90% влияет на вкус кофе. Если у вас вода из-под крана, или даже если она будет профильтрована через обычный фильтр кувшин, скорее всего, вкусного кофе вы не получите. Потому что в ней много минералов. Минералы не дают раствориться кофе. И, соответственно, высвободить все вкусовые и ароматические компоненты, которые содержатся в кофе. Какую воду выбирать? Если помните, на любых бутылках написан состав. Там написано «общая минерализация». Вам нужна вода с низкой минерализацией. Не дистиллированная, просто с низкой минерализацией. Это вода Bonacqua в Москве. Это не реклама, это просто факт. Вода, которая хорошо подходит для кофе. Байкал, Пилигрим, Святой источник. Идем дальше. То есть мы выяснили, что нам нужна вода и нам нужен кофе. В принципе, это все. Дальше нам нужны знания, как это все приготовить. Я обобщил и назвал это дело пропорциями. Для разного способа приготовления нам нужны разные пропорции. Можете записать. Для френч-пресса или чашки пропорция кофе и воды составляет 1 к 15. То есть 1 грамм кофе на 15 частей воды. И время приготовления составляет от 10 минут. Для моки. Как готовить моку? Наверняка у многих дома есть такая штука. Это итальянская разработка, которую придумали в 1933 году, 1900. И в принципе она эквивалентна нашей турке. То есть в Советском Союзе и вообще в СНГ турка была в каждом доме. И все умеют ее готовить. А в Италии этот символ это мока. Или гейзерная кофеварка. Как готовить моку? Здесь у нас емкость для воды. Мы заливаем воду до клапана. Видите вот этот клапан, который стравливает воздух. Мы засыпаем кофе сюда. Так как у нас моки бывают разные, разного объема и диаметра. То есть эти фильтры тоже разные. Мы засыпаем кофе полностью до края. Ну или там миллиметр ниже. Соответственно, здесь обычно на практике где-то 15-16 грамм кофе вмещается. И не трамбуем. Я видел итальянцы, но они же умные. Как они считают? Они прям вот с усилием еще мелкий помол. Если затрамбовать эту таблетку, давление будет очень-очень большое. У нас кофе просто переэкстрагируется. Это важное понятие, кофе будет горьким. Ставим на плиту или на газ. И ждем, когда наш кофе начнет выходить. Когда вы увидите белые такие струйки осветления, наверняка видели, кто готовил. Это начинается выход кофеина. Вы просто снимаете ее с огня и ставите под струю воды, чтобы у вас струя холодной воды ударяла в нижний резервуар. Это делается для того, чтобы он быстро остыл и прервался процесс экстракции. Как готовится френч-пресс? Раз Артем нам уже смолол это все дело, смалываем кофе. Тут помол крупнее. Для чего это делается? Потому что это делается для того, чтобы у нас процесс заваривания происходил равномернее. Так как у нас заварка идет минут 10-15, если мы сделаем мелкий помол, у нас кофе уйдет в горечь, он будет переэкстрагированным и невкусным. Так как наша пропорция, тут у меня 20 грамм кофе, мы просто заливаем 320 миллилитров воды и ничего с ней больше не делаем. И оставляем на 10 минут. Далее. Наверняка всем интересно, как готовить турку. Это одна из самых животрепещущих тем на нашем сайте. Самая наша знаменитая пропорция для турки это 1 к 8 или 1 к 10. То есть если вы хотите понасыщеннее, поплотнее турку, делайте 1 к 8. Если по разбавлению чуть-чуть, то 1 к 10. Помол тоже очень важный момент. Не обязательно, чтобы он был прям в пыль. Это стереотип, который использовался раньше при некачественном кофе, чтобы кофе был горьким и бодрящим. Засыпаете кофе, заливаете горячей водой до сужения, ставите на огонь и ждете обычно 3-4 минуты, когда кофе у вас начинает подниматься. Он поднимается до края, все, оставляете турку, можете перемешать, если хотите, и вылить. Опять же, это не единственный верный и самый правильный способ. Грек или армянин и еще кто-нибудь из тех стран или серб скажет свой, самый правильный способ, как готовить турку. Поэтому тут поле для экспериментов вы можете делать, как хотите. Просто придерживайтесь правила хорошего кофе, правильной воды, хороших пропорций, и у вас все получится. Как готовится воронка? Здесь, опять же, штука такая незатейливая. Ее придумали в Японии в 1900-х годах, но она изначально была из дерева и не имела бумажных фильтров. В 904 году Melitta Benz из Германии придумала бумажный фильтр обычный, потому что и кофе хотелось пить без взвеси. И вот так вот женщина замечательная придумала фильтр бумажный. Что это дает? Это дает нам чистоту чашки. То есть или в турке, или во френч-прессе у нас прям взвесь, то есть мы ее чувствуем. Здесь у нас взвеси нет. Все фильтруется через бумагу, и получается очень такой легкий, хороший, интересный напиток. Как готовится воронка? Вообще такой метод называется drip coffee, то есть от английского просачивание. Здесь у нас фильтр будет установлен. Я его сейчас смочу водой. Устанавливается сюда, соответственно, просто вороночка с фильтром. Берется наш второй чайник дополнительный. Смачивается фильтр. Пропорция для пурровера 1,17. 1,18, 1,17. Мы просто смалываем кофе, заливаем нашу воронку водой. Тут есть интересная особенность. У кофе есть такой термин, блюминг, цветение. Для чего это нужно сделать? Именно в этом способе приготовления мы просто берем и заливаем водой часть кофе, смачиваем ее и ждем секунд 20-30, чтобы он насытился. Сейчас, секунду я закончу. А потом, соответственно, заливаем всю оставшуюся воду, согласно нашей пропорции, и даем ей протечь свободно через кофейную таблетку. Про френч-пресс видно всем? Я просто размешиваю нашу бучу, он достаточно долго у нас заварился, и опускаю поршень только сейчас, спокойненько. И важно во френч-прессе, важно просто перелить сразу, потому что у нас кофе продолжает завариваться, то есть экстракция происходит с водой вместе совмещенной, мы просто переливаем наш кофе в другую емкость. Здесь тоже все готово, то есть процесс очень простой. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok